Какие кейсы разберем? Один из кейсов – предотвращение доступа в запретные зоны для определенных людей. Для этого существуют и другие модули, но модуль распознавания лиц это может делать более эффективно. Как это действует? Выделяется зона интереса на объекте. Какими объектами может быть? Это могут быть банки, это могут быть офисы, это могут быть различные предприятия, заводы, пароходы, где необходимо отслеживать, какой конкретный человек присутствует в определенной зоне. Например, есть работник на заводе, который имеет право подходить к определенному оборудованию, он специалист, это оборудование достаточно опасно. Если к этому оборудованию близко подходит другой человек, то может сработать оповещение. Это оповещение работает не на всех, а на конкретных людей. Можно настроить черные и белые списки, то есть у кого есть доступ и у кого нет доступа. Происходит далее детекция присутствия человека в запретной зоне, идентификация личности и возможно установить звуковое оповещение, что проход в зону запрещен или оповещение в наше приложение или Telegram в случае несанкционированного доступа. То есть вот этот кейс можно использовать, ну, как я и говорю, в банках, в производстве. В банках, например, если имеется доступ на какую-то территорию, куда они не должны заходить посторонние. Может быть, открытая дверь была, человек каким-то образом проник внутрь банка, когда имеют доступ только сотрудники, и может там находиться. Соответственно, служба безопасности будет оповещена о том, что находится посторонний человек. Продолжим разговаривать о банках. Мошенничество в банковском секторе, операции по чужой банковской карте. Как это происходит? Когда клиент использует банковскую карту, происходит автоматическая проверка соответствия с его фотографией, фамилиями отчества человека и его фотографией. Мы сравниваем с базой лиц, мы сравниваем с данными, получаемыми из ActivePos. Это система кассовых операций. Сравниваем фамилию в чеке, фамилию человека, который сейчас в данный момент использует карту. И если эти фамилии не соответствуют друг другу, соответственно, формируется инцидент. Это тревожное уведомление. Ну и тут несколько сценариев в зависимости от того, какие действия должны предпринять службы безопасности. Либо это автоматическая блокировка карты, но это достаточно проблематичный сценарий, потому что картой мог воспользоваться кто-то из родственников человека. И здесь нет необходимости блокировать эту карту, но, по крайней мере, сотрудник отделения должен быть оповещен. Дальше происходит проверка сотрудникам банка, кто этот человек, и уже принятие решения. Блокировка карты или общение с клиентом, чья карта находится. Но далее, если уже постфактум выясняется, кто был этот человек, что он не являлся владельцем данной карты, тогда этот человек добавляется в черный список банка, рассылается по всем отделениям, единая база мошенников, ну, назовем его клиент-мошенник. И при появлении этого человека в банке также будет формироваться инцидент сотруднику безопасности. Он сможет его идентифицировать. Но также, если сотрудник по каким-то причинам не успел ответить на этот аларм и предпринять какие-то необходимые действия, то система сравнит человека, который был заявлен как клиент-мошенник, с теми операциями, которые он производил по банковской карте и воспользовался ею. По идее, если это его карта, тогда мы точно можем определить, что это тот человек. И, соответственно, мы будем знать его фамилию, имя, отчество и так далее для того, чтобы уже работать с правоохранительными органами. Следующий кейс – это нахождение человека в зоне банкоматов более установленного времени. У банков есть измерения, ну, например, если в течение пяти минут, если более чем в течение пяти минут человек стоит у банкомата, то происходит фиксация инцидента. Почему? Потому что среднее время нахождения, там, 2-3 минуты. Возле банкомата за это время можно произвести все операции и снять или положить деньги. Но если человек находится у банкомата более продолжительное время, соответственно, скорее всего, он делает какие-то неправомерные действия. Ну, скорее, как часто это бывает, он снимает деньги с разных карт. Этой карты не его. Эта карта оформлена на других людей, что является для банка мошенничеством. И, соответственно, происходит фиксация данного человека. И в следующий раз, как и в предыдущем кейсе, с ним уже будет проведена определенная работа. Еще один момент мошенничества в банках – это кража банковской карты или денег из банкомата. Кейс такой. Клиент забывает карту в банкомате, и злоумышленный линейник присваивает ее себе, и, может быть, далее совершает какие-то покупки по этой карте. Точно так же, как и в предыдущих кейсах, с помощью распознавания лиц мы можем найти лицо нарушителя и занести его в черный список. В следующий раз, когда этот человек появляется в отделении банка или рядом с банкоматом, происходит идентификация, мы сравниваем его с теми картами, которые он в данный момент использует. Скорее всего, это его карта, потому что он… Ну, может быть, это его карта, да, и тогда мы точно понимаем, кто это. Какие еще кейсы мы можем обрабатывать с помощью фиксации лиц и распознавания лиц? Например, был такой вопрос, когда от клиентов, вот, систему контроля управления доступом, да, почему нельзя ее использовать, чем эффективнее использовать распознавание лиц, чем просто скуд. Потому что много случаев, когда персонал, быстро понимая, как работает скуд по карточкам, да, может использовать карту доступа, приходить по картам своих друзей, прикладывать их, и получается, что деньги получает сотрудник, но при этом он не присутствует на рабочем месте. Отследить это чисто по карточке невозможно. Человек зашел, он идентифицировался, вечером вышел, соответственно, он поработал. Также есть сложность фактического времени нахождения сотрудника на рабочем месте. То есть даже если сотрудник пришел, ну, например, в офис, мы точно не знаем, сколько времени он проводит за рабочим местом или сколько он проводит времени у станка. То есть мы предполагаем, что большую часть времени он проводит за рабочим местом, но этого достоверно не знаем. Как это узнать? Это можно сделать, у нас есть специальный скрипт, который написан на основе распознавания лиц, который позволяет с точностью отслеживать, сколько сотрудник проводит в определенном месте. Также можно сделать фиксацию зон отдыха, например, где люди пьют чай, где люди курят, и тогда можно точно понимать, в какое время и сколько они там проводят. После того, как работа скрипта будет завершена, то можно с точностью сказать количество рабочих дней за этот период, сколько человек конкретно находился на рабочем месте, сколько часов, суммарное количество часов проведено на рабочем месте, и даже можно построить ежедневный срез работы времени на рабочем месте. То есть достаточно подробная аналитика для владельцев бизнеса. Вот такой вот кейс. Для каких задач мы привыкли использовать распознавание лиц? Ну, как я уже говорил, что обычно для скудов двуфакторная авторизация – это использование карточки доступа и идентификация по лицу. Если авторизация проходит, тогда человек может выйти. Либо однофакторная авторизация чисто по лицу. Разберем этот кейс, почему он был легким. Люди заинтересованы в распознавании лиц и могут смотреть в камеру, когда идут. Вот здесь вот справа сейчас показаны у нас фото того, как это происходит. И можно увидеть, что камера расположена достаточно низко. Люди идут практически перпендикулярно, не перекрывая друг друга. Часто при работе с системой контролево-удаленного доступа люди останавливаются, ожидают, что система отработает и впустит их в конкретное место. Пройти через дверь или в какую-то зону. Такую задачу легко решать, потому что минимум проблем. Люди не перекрывают друг друга. Картинка достаточно четкая. Лицо расположено перпендикулярно лицу. Сейчас я попробую запустить файл, который покажет на примере того, как это действует. Вот здесь мы можем наблюдать вот эту ситуацию, которую я описал. Человек распознается очень достоверно, потому что изображение, ракурс, подходящий для системы скуд. Проблем не составляет. То есть даже с плохой детекцией и с плохим качеством распознавания система может это сделать достаточно легко. И распознает очень достоверно, потому что ракурсы практически идеальны. Итак, продолжим. Сейчас я продемонстрирую дальше нашу презентацию. Для каких задач сложно было использовать распознавание лиц? Вот для таких ситуаций, как для ритейла, это реальный пример, это реальное фото. Здесь можно посмотреть, что люди стоят боком, они стоят в масках. Камера расположена достаточно высоко, далеко не перпендикулярно. Качество изображения не всегда идеальное. Люди не останавливаются, не смотрят в камеру. Они иногда не хотят совершенно, чтобы их распознали. И вот благодаря этим составляющим распознавание становится сложной задачей. Как решали вот такую проблему раньше? Мы общались с представителями безопасности в магазинах, и они нам конкретно показывали и рассказывали, как же это было. Они просматривали архивы, ну то есть совершалась какая-то кража. Через день, через два люди понимают, ну контроль безопасности понимал, что была произведена кража, и нужно было найти человека, который произвел эту кражу. И каким-то образом было сделано для того, чтобы выявить воришку, шоплифтера, и занести его в базу лиц. Это производилось вручную, просматривалось большое количество видео, и выявлялся человек. После этого его фото, которое, возможно, не самого лучшего качества. Если вы посмотрите, вот, например, вот здесь слева, да, это просто фотографии или стоп-кадры, скриншоты с камер, которые были сделаны вот прям в движении. Распознать там человека часто достаточно сложно, даже если распознает не распознавание человека, не нейросеть, а даже человеку становится достаточно сложно, потому что качество изображения очень низкое, люди друг на друга похожи, и камера расположена далеко нехорошо. Дальше фото распечатывается на стене, и сотрудник безопасности, он должен периодически посматривать на эту стену, смотреть, что за люди выходят или выходят из магазина, соответственно, если он видит совпадение похожего человека, находящегося в магазине, ну, соответственно, он каким-то образом профессионально реагирует. Распространять такую базу на разные магазины достаточно сложно, при этом шоприфтеры, они воруют в одном магазине, потом идут во второй магазин, в третий и так далее, в сеть, и еще существует проблема в том, что разные сети магазинов, они также не обладают единой базой. Скажем так, что сейчас мы тоже похвастаться не можем, но уже ведутся работы в этом направлении.